Юбилей столицы Чувашии стал не просто праздником, а поводом для встречи, знакомства и обсуждения совместных планов на будущее. Пока готовились к торжествам, многое успели сделать, но еще больше предстоит. Приоризиты определяли на площадках, которых в день города было 13. Одна из них в микрорайоне Садовый. Первый и такой важный для жителей праздник собрал на дворовой площадке сотни жителей микрорайона Садовый и Богданка. Здесь можно было сыграть в шахматы, прокатиться на лошади или выиграть приз. Спасибо всем за такой прекрасный праздник. Уже не первый раз выходим на нашу площадку. Замечательные конкурсы, замечательные экспонаты. Детям очень понравилось. Поиграли во все возможные игры. Также большое спасибо за то, что в нашем районе будет школа наконец-то. Наконец-то. Очень давно ждали. Будем надеяться, что мои дети пойдут в нашу школу. Строительство школы в микрорайоне планируют начать в 2020 году. А в ближайшие три года здесь появятся три крупных торговых центра. Обещают власти. И не только. С начала этого года в микрорайон Садовый поехали пять новых троллейбусов на автономном ходу. По улице Богдана Хмельницкого, от улицы Фучика и до микрорайона Садовый мы построили новый тротуар в этом году с одной стороны. В 2020 году планируем построить уже с другой стороны. Строятся два детских сада. Садовый, как и другие районы города, постоянно развивается и преображается. Во многом это заслуга самих жителей, которые стремятся сделать свой город лучше. Для меня праздник очень важен, потому что это моя родина, это столица моей республики. Самый красивый город в Поволжье – это Чебоксары. Он очень быстро растет. Улицы чистые. И народ здесь веселый. Поэтому поздравляю всех чебоксарцев с праздником. Желаю успехов, здоровья. На этом праздник для жителей микрорайона Садовый не заканчивается. Следующее важное событие – открытие в сентябре нового детского сада. Ольга Алексеева, Валерий Резюков, Республика. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова